Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня, как я обещал буквально месяц назад, хочу поделиться с вами уже так сказать полноценными впечатлениями, возможно о самых удачных умных часах на рынке. Да, такое смелое заявление я произнес не просто так, так новенький Huawei Watch GT3 Pro это самый настоящий компьютер на запястье. Хотя с виду сразу и не подметишь эту мощь, особенно в нашем случае, белокерамический утонченный корпус, стильные черты и в целом приятный дизайн не выдают весь потенциал возможностей часов, а ведь он действительно довольно широк и мало кто из конкурентов может похвастаться подобным. В общем сейчас буду делиться своими впечатлениями в перемешку с впечатлениями их владельца, да как нетрудно было догадаться, данный вариант все таки нацелен именно на женскую аудиторию. Ну и для начала пара слов о комплекте поставки. Часы поставляются в довольно крупной белой картонной коробке с изображением самих часов и некоторыми техническими характеристиками на тыльной стороне. Опять же все стильно и лаконично, открыв короб мы встречаем сами часы, а также толстенную инструкцию и керамическую док-станцию с магнитным креплением. Кстати цепляется в часам она довольно уверенно, поэтому всхакивать с нее во время зарядки часы не будут, проверено неоднократно. А то обычно кинул часы на зарядку, потом немного сдвинул и реконект, тут такого нет. Ну а раз затронули зарядку, то заряжаются часы примерно за один час. Кстати также часы поддерживают и беспроводную быструю зарядку, все вполне предсказуемо, но вот держат они мое почтение. Практически неделю в размеренном режиме и 4 полных дня в режиме прям интенсивнейшей эксплуатации. То есть когда вообще прям все что можно активировано, и системы постоянного мониторинга пульса, стресса, и уровня кислорода в крови, и всевозможные уведомления, как от программ, так и звонилки и смс. Плюс конечно же разговоры. Да, по часикам можно разговаривать и собеседники вас слышат, и не так как из бочки, а нормально, без лишних шумов и главное хорошо. При этом не надо держать руку прям возле рта, просто например сидим за компьютером на работе, занимаемся своими делами и разговариваем. Шумодав отсекает шумы и делает акцент конкретно на голосе. Благодаря чему и вы хорошо слышите собеседника, и он вас. Моя гражданка к этому делу пристрастилась, поэтому могу рекомендовать. Функции звонилки тут точно топ среди часов. Что касается сборки материалов корпуса, к первому пункту вообще никаких претензий, собраны часики хорошо и просто неубиваемые. За месяц носки, ну не появилось вообще ни одного следа какой бы то ни было эксплуатации. Ну а оно и неудивительно так, основа тут полностью керамика. Однако есть и более брутальная титановая версия. Она конечно же уже покрупнее, кстати еще более желчая в плане автономности. Производитель заявляет чуть ли не о двухкратном приросте в сравнении с керамической версией Huawei Watch GT 3 Pro. Если хотите, в будущем я также сделаю видео о ней, пишите в комментариях. Диагональ экрана у титановой версии равна 1,43 дюйма, у керамической версии 1,32 дюйма. Кстати, в обоих случаях используется AMOLED панель, что является большим плюсом при использовании гаджета под прямыми солнечными лучами. Текст на дисплее всегда остается четко различим. Да и запас максимальной яркости тут хороший, по большей части выкручивать на максимум не придется. Лучший вариант поставить просто на авто и часы сами подстроятся под окружающее освещение. Что до интерфейса, то управляется Huawei Watch GT 3 Pro под полюбившейся многим фирменной Harmony OS. Оболочка дружелюбная, интуитивно понятная и самое главное плавная. Скорость работы это один из важных критериев для смарт-часов, так большая их часть не гнушается подтупить в ответственный момент. Тут же все плавно, приятно и красиво. Разумеется, управление осуществляется свайпами, основной функционал разбит на группы на главном экране. Плюс есть дополнительное расширяемое меню приложений, активирующиеся по нажатию боковой кнопки. Кстати, она тоже помогает в навигации. При помощи прокрутки можно зумировать меню приложений или скроллить ленту настроек или список сообщений. На самом деле, крайне полезная штука. По соседству снизу располагается еще одна кнопка, она же датчика ГГ. Да, часики умеют делать электрокардиограмму. Я, если честно, до сих пор немного скептически отношусь к подобному функционалу в часах, но Huawei Watch GT3 Pro все же попытались меня в этом разубедить. К сожалению, не имею возможности сопоставить данные с медицинским прибором, как пишут некоторые пользователи, данные действительно близки. И для сопоставления общей картины, повторюсь, общей картины, их принимать к сведению можно. Поймите, на данном этапе ни одни из существующих часов с ЭКГ не покажут прям 100% верный результат. Если чувствуете какие-то недомогания, лучше все же обратиться за квалифицированной помощью к врачу. Но то, что такие технологии постепенно перекочевывают на запястье, это очень и очень круто. Тут Huawei однозначно зачет. Также для более расширенного мониторинга сердцебиения, ЭКГ, стресса и уровня кислорода в крови, я рекомендую пользоваться фирменным приложением Huawei Здоровье. Разбирать его функционал в данном видео, но не вижу большого смысла. Так, мы это делали неоднократно в других роликах. Приложение на голову более информативное, чем у многих конкурентов. Я, как пользователи носимой электроники от компании Huawei, об этом смело заявляю. В приложении можно приобрести и установить целую кипу всевозможных циферблатов. Кстати, большая часть из них настраивается. То есть, можно кастомизировать под свои личные задачи и потребности. Тут же можно попробовать и одну из самых главных фишек часов. Добавить на них не только циферблат, что могут практически все, но и любое приложение из AppGallery. Специально оптимизированное для часов. То есть, функционал часов можно расширить так, как вам лично будет удобно. Магазин приложений постоянно пополняется свежими релизами, поэтому софтом проблем быть не должно. Кстати, например, качаем Petal Maps и пользуемся прямо с часов. Это дико удобно. Также часы получили поддержку сразу пяти основных спутниковых систем, таких как GPS, Baidu, Glonass, Galileo и QZSS. Что позволяет им, например, максимально точно рисовать треки во время беговой тренировки или спортивного ориентирования, даже без использования смартфона. Треки рисуют ровные, практически и вовсе без искажений. Ну и, конечно же, без фирменного пака из 100 с лишними режимов тренировок кто-то тоже не обошлось. Я, постоянный пользователь носимой техники от Huawei и часто зависающий в спортивном зале, этому был только рад. Несмотря на свой строгий стильный внешний вид, обе модели часов получили защиту от воды и не просто от пота или дождя, но и со специальными функциями для дайвинга, то есть даже солёная вода не станет для них проблемой. А таким могут похвастаться далеко не все подобные решения. К дополнительным особенностям новинки могу отнести встроенный военный барометр. Циферблат часов может отображать ежедневно время восхода и захода солнца, поддерживает уведомления о фазах луны и показывает изменение приливов в режиме реального времени. В общем и целом о часах можно говорить ещё долго, но основные моменты я затронул, так что если у кого-то остались какие-то дополнительные вопросы, обязательно пишите в комментариях под этим видео, постараюсь ответить всем. В целом моделька, повторюсь, крайне удачная, я могу смело рекомендовать её к покупке, если будет интересно ещё и титановой версии часов, постараюсь достать её. На этом думаю всё, всем огромнейшее ребят спасибо за внимание и поддержку в виде лайков, подписок и одобряющих комментариев, всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»